В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. С отчётом о проделанной за минувшие 7 дней работе выступили руководители силовых ведомств, экстренных служб и органов местного самоуправления. В Люберецкую полицию за неделю поступило 2120 обращений граждан. Возбуждено 27 уголовных дел. 20 из них по горячим следам раскрыты. Зафиксировано 212 ДТП, трое пострадавших. На территории округа произошло 5 пожаров. Погибли 2 человека. За отчётный период аварийных отключений на сетях не было. В округе в этом году отремонтируют 146 подъездов и заменят 37 лифтов. Запланирован капремонт 135 многоквартирных домов. Это ремонты фасадов, ремонты балконов, ремонты кровель, замена внутридомовых инженерных систем. В жилом комплексе «Малая Павлина» по просьбам жителей управляющая компания «Теплолюб» начала работы по восстановлению пешеходной зоны. Всё сделают до конца недели. Ещё одна хорошая новость – снижается заболеваемость коронавирусом среди детей. За месяц количество вызовов участковых педиатров снизилось на 75%. Плановые приёмы в детских поликлиниках и женских консультациях возобновлены. В детской больнице в отделении лучевой диагностики завершают монтаж современного аппарата магнитно-резонансной томографии. Его разрешающая способность намного больше. Количество времени для проведения исследования значительно меньше. А с учётом того, что дети проходят это исследование под наркозом, конечно, уменьшить влияние наркоза на ребёнка – это, конечно, очень хорошо. В ходе совещания также рассмотрели вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов и дворовых территорий, вывозом мусора и работой уличного освещения в парках. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.